здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика я вас приветствую на первой части нашего совместника по вязанию джемпера я его уже связала возможно свяжу еще один в общем начинаем девчонки ссылка на группу под видео в описании и в первом комментарии сначала мне короче какой-то глюк телеграме создалось две группы но в общем прошу прощения за хаос группами я сама была в двух и из одной меня выкинула не знаю каким образом ну в общем девчонки группа 1 ссылка под видео на нее это первая часть почему создала группу в telegram потому что нам проще будет общаться вот схему пожалуйста за скриньте себе этого джемпера узора вот а далее мы с вами начинаем наше вязание вот и сейчас я вам покажу что у меня получилось кто еще не видел вот это мой джемпер уже готовы это то что вас все ждет ничего не боимся беремся считаем вяжем радуемся и носим все всем удачи девчонки начинаем и так девчонки у вас должен быть образец сейчас к первому вязанию уже связан уже мой образец кстати на 45 петель узор я вам сейчас покажу просто в процессе чтобы не показывает на кусочки потому что смысла нет значит сейчас мы посчитаем сколько нам нужно набирать петель вот начнем мы со спинки она вот такого вот кстати в оригинале я смотрю смотрю не очень то там и скосы но предположительно я вот сейчас вот так легонько нарисую скосы у нас будут потому что она должно хорошо садиться кто совсем новичок и вяжет свою свое изделие девчонки можно сделать вот здесь вот ровно да это я предварительно чтобы вы понимали какой какая модель вот такой вот рукав кстати там так вот просто в чем особенность модели в том что это оверсайз она широкая не длинная вот я кстати не симметрично нарисовала ничего сейчас нам нужно рассчитать вот внизу что папа и вот смотрю а там почти к локтю это все идет поэтому значит окружность бедер у меня сто сантиметров джемпер выше чем давайте я буду все наверное описать окружность бедер сто сантиметров полуокружность бедер это половина это 50 сантиметров я хочу оверсайз действительно хороший хороший оверсайз и я так предполагаю что на свободу облегания плюс 20 плюс 30 сантиметров вот приблизительно я буду добавлять 25 то есть это это будет ширина моего изделия 50 сантиметров я по бедрам беру по самом широкой точке хотя они здесь в этой модели не задействован плюс 25 это 75 сантиметров мы сейчас считаем сколько петель нам нужно набрать и распределить вот эти вот косы так коса у нас 6 петель плюс 1 между ними вот изнаночная на это мы и ориентируемся то есть на 7 петель косы хотя рапорт у нас 14 петель две косы но это ничего страшного мы ориентируемся на 7 вот то есть вот рапорт 14 петель потому что коса переплет идет шахматном порядке но мы можем добавить допустим всем это нет ну как в смысле нормально вот и того у меня 75 сантиметров плотность у меня в 12 сантиметров 14 петель вы тут вот так вот и пишите и измеряете свою плотность возможно у вас будет немного колебаться не страшно то есть мне нужно чтобы моё полотно было 75 сантиметров при вот этой вот плотности что я делаю я использую классическую формулу 12 это 14 петель 75 это x петель да мы не знаем сколько значит умножаем вот это число на это 75 умножить на 14 и потом разделить на 12 это будет количество петель которые нам нужно набрать и так считаем 75 умножить на 14 это 1050 и разделить на 12 это 87 и 5 петель вот так вот и пишем 87 и 5 вот это те петли которые нам нужно набрать сейчас мы будем либо плюс-минус 1 2 петли сейчас мы будем разбираться идем дальше теперь нам нужно эти петли распределить на узор 87 и 5 это значит что вот это число 87 и 5 пока оставим 5 делим на 77 это у нас раппорт делим на 7 это у нас 12 1 и остается 3 вот смотрите у нас все прекрасно получается у меня то есть получается у меня 12 раппортов 12 косичек это косичек это косички остальные петли у нас кстати для эти три и нужны для симметрии и для кромочных то есть у меня в остатке осталось 3 вообще шикарно идеально одну мы петлю добавляем сюда для симметрии то есть здесь у нас будет начинаться с изнаночной и здесь заканчивается на изнаночную и 1 кромочная 1 кромочная то есть у меня все идеально я аннулирую вот эти 0 5 и у меня остается восемьдесят семь петель и в эти восемьдесят семь петель у меня входит 12 кос девушка на этом на образце ну вернее на модель модель она поменьше меня и я так предполагаю что там плотность побольше поэтому у нее костом я насчитала 9 но у нее сейчас я об этом поговорю здесь еще лицевые петли то есть там по большому счету по петлям я так предполагаю что 10 да вот что делать если у вас остаются вот здесь вот допустим 10 петель на вы три из них допустим вот здесь вот кстати 10 не может получиться там допустим 9 да пусть выйдет тоже нет 8 выделите на 9 нет все равно на 7 делите что делать если остается 6 петель да значит три в любом случае отсюда у нас уходит на 2 кромочные и петлю симметрии это минус 3 остается 3 вы из вот этого числа если она у вас нечетное делайте четная добавляете одну петлю получается 4 и делите на 2 получается две петли вот они видите вот то что у нас в оригинале вы их распределяете сюда в лицевые потому что у нас то есть вы начинаете вязание кромочной 2 лицевые потом изнаночные потом шесть лицевых для узора и так далее но вот здесь вот у вас еще будет как в оригинале получится полосочка из двух лицевых петель вот что тоже не страшно это нормально вы свое количество петель распределяете таким вот образом все петли которые меньше 7 меньше раппорта вы распределяете в стороны на лицевую гладь если кто-то совсем не может рассчитать пишите мне я помогу то есть совсем не не соблю не понимаете о чем я сейчас говорю пишите я вам с удовольствием посчитаю и так следующий этап мы набираем петли берем спицы 6 миллиметров и набирать мы будем способом качели не кстати нужно подклеить это за спицы тоже отдельная благодарность подписчицы нужно мне их подклеить вот берем свое количество петель здесь у меня конечно не очень видно потому что 6 сложений до вводим спицу поворачиваем вот так вот нить берем классический методом подхватываем нить поворачиваем и вот таким вот способом захватываем вводим под дальнюю нить захватываем переднюю теперь в переднюю захватываем заднюю и таким образом набираем очень аккуратно вы можете в любым способом набрать если это сложно вот этот способ для вас так раз два три 4 5 6 7 8 я набираю 87 петель 10 11 12 13 14 15 16 17 20 20 20 20 20 20 20 20 21 22 22 24 24 либо напишите, я вам сниму медленно на другую пряжу, чтобы вы четко понимали, кто вязал, я думаю, многие уже со мной вязали, вот, кому понятно, то понятное дело вяжем, вот, лицевая петля, она вот такая вот развернутая, изнаночная с узелком, то есть этот набор, он уже нам подсказывает, где у нас лицевая, где изнаночная, и благодаря этому у нас получается красивый фабричный набор петель, вот, потом оно установится, устаканится, вы видите, очень красиво все получается, вот, и сейчас я вяжу резинку 1х1, спицами 6 мм, еще раз повторюсь, потом мы распределим наш узор, так, ну, в принципе, я продолжаю вязать резинкой 1х1, и так, мои хорошие, я провязала, сейчас скажу, сколько раз, 2, 3, 4, 10 рядов у меня провязано, так, в сантиметрах еще вам измеряю, сейчас очки переодену, не вижу, это 5 сантиметров, да, 5 с половиной, ну, я думаю, больше 6 сантиметров не нужно, поменял очки, потому что ответственный момент, 5-6 сантиметров резинка, так, давайте еще, теперь, я маленькую схемку буду рисовать, чтобы понимать резинку, 10 рядов, 5 с половиной сантиметров у меня получилось, вот это вот расстояние, так, и теперь, мы переходим к этой нашей схеме, то есть, вот это число, это количество кос у меня, значит, что у меня по схеме, так, сейчас мы распределяем, я беру толстые спицы, и распределяем вот к нашим узорам, узорам, значит, раппорт узора, у нас сейчас и схему вам выведу, состоит из 7 петель, это кромочная, мы ее добавили, у вас может здесь быть 1 или 2 петли, дополнительных, их провяжите лицевой, и, далее, если у вас они есть, далее, начните раппорт, он у нас начинается, изнаночная, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, далее, снова, изнаночная, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, изнаночная, 6 лицевых, 1, 2, 3, изнаночная, 6 лицевых, 1, изнаночная, 6 лицевых, 1, 2, 3, 3, Продолжение следует... 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 это 3 изнаночных и 2 лицевых точно так же как лежат петли там где живут понятное дело что это изнаночные петли в изнаночном ряду и потом это будет у нас 7 8 9 10 11 12 и в тринадцатом ряду вообще раппорт состоит из 12 рядов но так как мой первый и второй у нас они вспомогательные не считаем в раппорт то у нас у нас их 12 но только по рядам оно получается что с 3 по 14 ряд всего 12 рядов так сейчас я вижу 5 рядов и мы встречаемся и так провязала я 5 рядов теперь у нас коса мы снова делаем то же самое но шахматном порядке для этого вяжем на ночь на кромочная изнаночная вот смотрите так особо коса которая была здесь даже схему не нужно смотреть здесь просто визуально смотрите там где была коса я наверное вот этот образец чтобы вам было видно мы просто провязываем где было коса а там где не было смотрите мы делаем косу еще кстати один вариант держу это если у вас влезает спица если не влезает то тогда снимаете если влезает там так продеваете так далее вот одну косу мы провязываем идем далее здесь смотрим у нас была коса поэтому мы провязываем таким образом мы продвигаемся далее вяжем уже по узору я думаю схема не нужно тут сам сам как бы принцип один раз в шесть рядов через каждые шесть рядов мы делаем по большому счету через каждые пять вот но шестом ряду да мы делаем вот эти курсы но в шахматном порядке сейчас я вам покажу как удобно считать вот эти ряды так как вот этот вот ряды где мы делаем переброс мы считаем отправной точкой то есть первым рядом из этих шести то как определить что уже шесть связано да я вот определяю в таким вот образом видите там где коса здесь я продеваю палец сюда и начинаю отсчет с этой первой нити раз два три четыре пять шесть шесть рядов видно вот так вот от дырки от переброса шесть рядов раз два три четыре пять шесть вот так вот удобно считать если без счетчика рядов да таким вот образом я считаю всегда вот и перепроверяю всегда вот именно так далее вы вяжете ровно делая эти косы сколько вязать сейчас скажу визуально я вижу доску со плечами где-то 50 сантиметров это не точная цифра я сейчас буду вязать прикидывать по себе прикладывать вот ну вот смотрите где-то потом у нас около 7 сантиметров 7-10 сантиметров где-то будет на скос плеча хотя вот по большому счету в оригинале я бы не сказала что такой большой скос наверное все таки 5 7 7 7 7 сантиметров вот и от общей длины которую вы хотите отнимите 7 сантиметров это то число которое вам нужно будет провязать ровно доску со плеча я еще конечно же обдумаю этот как бы скос вот как его насколько его сильный делать просто вопрос в чем в том что если скос большой джемпер сядет лучше чем меньше скос тем хуже посадка вот так вот я скажу поэтому я еще конечно же будут думать я еще буду этот момент как бы укладывать своей голове и решать как лучше и как нам это сделать а еще у меня идея пока вижу вам скажу если все у нас будет хорошо с этим совместником следующий сделать тоже совместник таким вот образом по такому же принципу сделать этот кардиган опера который таким же узором в виде кардигана тоже он был у меня в обзоре сейчас я вам фотку кину вот так что вы мне напишите свое мнение как вы смотрите на это я еще повешу вопрос инстаграм кстати подписываемся в инстаграме вот ну и я думаю сегодня уже можно прощаться видите вот они в шахматном порядке вяжем до той длины которую вы себе намерили минус 7 сантиметров на данный момент ну лучше минус 10 лучше потом девчонки пару рядов довязать чем распускать я так считаю поэтому сделайте вот измерьте себе какую длину вы на ваш рост видите да от верхней точки плеча измерите минус 10 сантиметров и остановитесь до следующего видео а вот чтобы 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 не вязать лишнего да потому что пока века не определилась пусть будет так ну а на сегодня я с вами прощаюсь девчонки всем желаю удачи если что пишем оставила номер телефона нам не на телефон пишем девчонки в мессенджер вайбер телеграмм и ватсап по вот этому номеру телефона я буду знать что вы оттуда совместника поэтому вот таким вот образом вы пожалуйста со мной слежитесь это в том случае если вам нужна консультация и ну такая более серьезная до чтобы а чтобы послать фотографию чтобы я могла посмотреть решить где у вас ошибка да и вам посоветовать это если какой-то серьезный стопор у вас не понимаете куда вам двигаться дальше все девчонки я с вами прощаюсь всем пока пока удачи всем пока